Добрых всем уток, друзья! Сегодня тестируем несколько залежавшихся у меня свинцово-оловянных припоев. А именно, припой от ZMS, завода металлов и сплавов, город Рязань, припой от Small Technochim, канадский припой AIM Solder, какой-то ноунейм из местной радиолавки и таинственный припой, название которого будет интригой. Припой от ZMS единственный не содержит в себе флюса, и это еще сыграет нам злую шутку. AIM Solder имеет слабоактивный безотмывочный флюс, остальные обычную канифоль, хотя насчет последнего кандидата есть сомнения. Первый тест, как вы уже догадались, на температуру плавления. Напомню, что сплав по 61 плавится уже при 183 градусах. Интересный факт, именно такое соотношение 61 к 39 дает минимальную температуру. Если изменить его в любую сторону, температура плавления будет больше. Итак, первым пришла к финишу наша темная лошадка. Следом за ней канадский жеребец, на третьем месте скакун от Small Technochim, а последний раз родилась кляча из ларька радиодеталей. Рязанский припой не растекся, не потому, что в нем мало свинца или олова, а из-за оксидной пленки и поверхностного натяжения. Этот момент я не учел, но поверьте, припой хороший и плавится при правильной температуре. Теперь тест под паяльником. Просто залудим по небольшому полигону и посмотрим, как припои блестят. В качестве флюса паяльный лак ЛТ-120. Почти всегда использую его для лужения. Порядок припоев следующий. И последний припой Unlocated. Все припои показали себя достойно, кроме четвертого. Он дымил, шипел и оставил после себя грязную лужу. Но, наверное, вам интересно, что же за припой был под номером 5, который раньше всех расплавился и лучше всех растекся под паяльником. Да черт его знает. Он 25 у меня валялся на дне коробки с флюсами. Мне и самому теперь интересно, что это за припой. Возможно, это китайцы. По артикулу на каком-то тугусе из другой коробки нагуглился похожий на него припой. Я даже заказал ради любопытства. Когда приедет, добавлю ссылку в описании, если это он. Что меня бесконечно удивит, потому как я совершенно не верю в сплавы из-под небесной. Из всего разнообразия китайских припоев, честный состав и хороший блеск всего у 3-4 наименований. При этом их стоимость не меньше, чем у отечественных. Ссылки на все будут под видео. Всем удачи, всем бобра. Субтитры подогнал «Симон»!